good fucking morning guys это новый влог сейчас 7 часов вечера у меня рабочий день начался 6 утра расскажу вам просто вкратце не хотел показывать потому что этот влог будет очень длинным но с предыстории сегодня я стартую с лос-анджелеса в сиэтл через всю америку а теперь главное и инфе почему в 7 вечера я начинаю вот потому что в 6 утра я взял один трак он не подошел я на втором траке поехал загрузил весь этот став упаковал это заняло 7 часов потом я поехал 200 километров за траком который сейчас буду загружать и вечером я выезжаю в сиэтл через сан-франциско baby let's go а не подожди первый прием пищи это кофе ну кофе я выпил уже где-то несколько литров и пару яиц вареных все вот так вот я ем первый прием let's fucking go так смотрите уже потемнело я только закончил все сам строповать так получилось что выезд солей у меня занял 18 часов работы это тяжелая работа факап на пока я заехал на заправку пушевонять бензином все руки в бензине все в бензине оторвался патрубок он очень сложно вставлялся лишь не знаю как он выпрыгнул оттуда на короче вроде починил это мы еще даже не выехали солей ребятки я уже выезжаю с лос-анджелеса только что проезжал с x-flex и вот вспомнил что мишаня у него не получилось поехать в эту поездку со мной но когда я вернусь сиэтла если вы поддержите мы обязательно съездим самые крутые американские горки в калифорнии если вы поддержите так ребятки вы можете заметить что я стою абсолютно голый этот вечер подходит концу сейчас два часа ночи дай пожалуйста вставь актуальную форму встреча кто не знал у нас есть твич реально тяжело я сейчас ложусь спать если ты в америке обязательно должно быть много подушек если у тебя мало подушек значит и не американец а завтра я вам покажу городок которым отель он очень старый он очень американский смотрите сейчас так раз и доброе утро так ребятки очень как-то сегодня жарко сейчас всего лишь 8 утра но это уже такая тоже л.а. которая пустыня вот смотрите за моей спиной горы окраина лос-анджелеса но здесь уже океан не так и близко и поэтому здесь очень вот как-то так это происходит от первого лица вот отель которым я остановился а мы выезжаем все еду в дороге хотел просто рассказать зачем я это делаю работаю везде где есть возможность заработать бабок потому что я уже запустил мерч на это все очень большие деньги нужны ну и плюс я кайфую от этого проехать всю америку на траке трак он высокий это красиво и вот вы видите же кадры я вам показывал поверьте глаз это видит намного лучше я видел это только в фильмах а сейчас есть возможность все это испытать на себе а сейчас пью энергос сифорк впереди у меня тысячи километров мы короче едем ой я на работе у меня нет времени на режим а что же делать блять я не могу нормально хавать про я целую неделю сейчас дороге буду целую неделю без остановок ягоды без ничего просто за рулем не надо выдумывать но что вы ищете оправдание я не могу я в офисе на работе алё соберите взяли приготовили на несколько дней полетели не успели приготовить все не идите а не закидывайте всякими пончиками хуенщиками цветку больше не видит на закате маленький отчет сейчас 7 вечера я проехал за этот день пробовал смотрите как красиво да я нормально вовремя включил камеру за этот день я проехал 500 миль полю в отсечку вот если посмотреть по всех обгоняют даже легковушек полю в левом ряду на на все панки ребят просто взгляните на эту природу уже практически села солнце я еду и смотрю на все эти виды и это то о чем я постоянно вам говорю то есть вы понимаете что такое за бабки не купишь насколько это красиво насколько все-таки убеждаясь что америка это все-таки то куда я хотел я хочу чтобы чуть-чуть постарались глубже что ли подумать не знаю как сказать вдумайтесь в слова действительно ли вы делаете что любите и любите что делать или все-таки себя обманываете потому что я в киеве в одно время думал что типа да не ну наверное америка это все-таки не моё вот мне сейчас реально нравится чем я занимаюсь и сейчас я понимаю что не чувак вот это твое не было ли у вас такого вот у меня вопрос ответим в комментариях ребятки я проехал в отель а чё я вам покажу главное ничего интересного ванная как ванная то в принципе тут вообще ничего интересного нет но прикольно все в картине так вот очень чистенько и завтрак включен а завтра жесткий завтрак поэтому короче я спать ребятки я устал встречаемся на завтраке уэйки уэйки так ребятки посмотрите на мои красные глаза пять утра только что вам расскажу историю маленькую здесь по ходу тонкие стены и вверху или вариант просто кто-то прошелся то есть не бежал просто прошелся осень я думал что идет вот здесь возле кровати я так очканул извиняюсь я во хуй ни разу не отснял отчет формы вышел с душа перед завтраком душ потом животники ну нужно показать как же выглядят типичные дальнобои нет вот загул есть ребятки смотрите вот так вот выглядит завтра это только первый заход вам развед все на твиче как всегда видеоотчет стартанули мы с отеля общая дистанция была 650 миль сейчас остается ехать миль 200 я проехал почти 200 то есть остается 450 знаете типа я ехал 200 миль часа три я даже не заметил как пролетел это время потому что я то заливаю youtube заливаю stories отвечаю на коменты подписывают залил нфт стримил на твиче просто постоянно занят постоянно я работаю даже на работе вот она это безумно на самом деле мне нравится но я обожаю такая жизнь многие типа жалуются что у них нет свободного времени а чё ты сука падла жалуешься то есть ты представь это как круто что у тебя есть чем заняться и ты еще жалуешься поэтому не делайте так круто когда вот нечего делать когда ты не будешь вот это да а когда ты в суете постоянно это ж круто все ребятки идем дальше за моей спиной находятся аутлеты аутлеты в америке это целые городки с одеждой городки с одеждой можно вообще так сказать мне не ударили штраф за то что припарковался не в положенном месте я залетел смотрите за нормой сискупился найки скупился и расскажу вам только об одной вещи который купил первый раз в жизни это я купил леггинсы поэтому тренировочки теперь будут вообще прям вы поняли да а еще последний раз ел в 6 утра но я не хочу есть на самом деле кстати забыл сказать по прайсам по прайсам в аутлетах на самом деле the same как в украине не не сильно дешевле не дороже просто выбора тысячи раз больше акций да нужно смотреть еще на акции акции есть прям ебейшие и выбора такую ну я же говорю просто вы представьте аутлеты размером с городом маленький просто маленькое включение это портленд по дороге в соответственно сиэтл вот такие вот мосты вот там вот еще мосты надеюсь вам видно это портленд и самое прикольное что это двухэтажный мост он видите это первый этаж а я еду по второму так давно я вам не показывал заправочки во-первых посмотрите сколько продукта на заправке здесь можно купить буквально все абсолютно все вот это все за моей спиной энергетики и напитки с сахаром без сахара посмотрите сколько и я охерел потому что потому что cookies который в лос-анджелесе стоит 5 долларов в штате вашингтон стоит 3 доллара 2 доллара 2.99 это меня приятно удивило здесь дешевле цены на все так выглядит типичная заправка сзади уже высокие деревья это похоже на сиэтл мы все ближе и ближе подбираемся к сиэтлу это там где снимали сумерки я напомню чуть уже устал потому что же сегодня толстый суд мы сейчас едем в отель я хочу успеть покачаться потому что бог мы не стояли в пробке и все на этом let's go эй гайз первый раз я успел до заката еще солнце не село чтобы вам поквоты только сразу выбежал с машины просто через две минуты она сядет показать вам внешне как выглядит отельчик у меня ночь я сейчас буду как-то пробиваться в зал а у меня такой вид с окна там утром покажу сейчас не буду показывать уж вы за моей спиной все равно ничего не увидите я вам скажу одно это нужно быть полностью отбитым чтобы проехать 650 миль не спать я ел вот завтрак я вам показывал на твиче и смотрите где где они были делись а вон они я притащил свои гантели в зал который здесь есть потому что здесь нет свободных весов чувак я люблю это дерьмо давайте потренируемся и сейчас я опять попробую тренировать грудь смотрите здесь есть овсяночка и ты сюда можешь вкинуть вкус как протеинчик это как сухое молоко но он по составу как протеин но только типа плохой протеин так я все это вам покажу позже сейчас у меня будет работать вот за моей спиной куча траков сейчас буду менять трак на чуть поменьше его загружать потом разгружать потом свой разгружать с этого перегружать свой и уезжать в лос-андрес на все это у меня уйдет по дням леса уже как в сумерках пошаришь от эти вот дорожки сетла вот смотри вот они там где вот они в лесу на пикапах вот эти волки бегают все и вот смотрите это все снималось это оно вон видите вдали леса вся эта история ну это очень круто просто поверьте мне на ослова Даня ты повстреляй что-то пожалуйста под музыку как там Эдвард на Вольво летал за Беллой по этим булочкам там такая пасмурная погода сейчас солнечно но вот просто чтобы вы знали это выглядит вот примерно вот так вот смотрите а мне налево вот туда посмотрите на этот дом и на этот трак еще раз на вот этот дом и на этот трак все это нужно загрузить сюда Даня просто чтобы ты знал что я для тебя делаю двойную работу чтобы были проводки вот и на базу просто чекайте какой трак в начале пустой потом я вам покажу в конце вот смотрите от первого лица полетели загружать ребятки заказывайте moving company гостейт посмотрите как все упаковывается но кто еще то понимаете эстетика во всем даже когда ты работаешь грузчиком это и есть эстерик лайф что такое эстетик лайф эстетик лайф это не форма не зал не фитнес нет нет это все что вокруг нас по поводу диеты вам хотел рассказать утром я завтракаю в отеле сейчас пью энергетик и ничего не ем целый день ничего не ем абсолютно только вода кофе и энергетики все без сахара все без калорий следующий прием пищи будет завтра где-то в семь восемь может девять утра я продолжаю упаковывать и сегодня у меня хелперы хелперы это люди с которыми ты типа которые тебе помогают самому там невозможно стол большой вещей что-то мы вот уже работаем пять часов одного казаха зовут ибрагиме он такой слушай ты случайно не блогер то что меня узнают казахи все это ну вы все еще не верите что мы захватываем мирно но давайте подождем еще немножко вот так вот освещает закат смотрите мы стартуем лос-анджелес мне понравился сей это очень красивый город ребятки этот влог подходит к концу я очень благодарен что вы смотрели это видео надеюсь целиком мой трип заканчивается уже завтра я буду в лос-анджелесе дорогу домой не снимаю потому что одно и то же но но хотел бы просто поделиться с вами эмоциями я проехал несколько штатов америки во первых это очень красиво это однозначно make sense я ребят сделаю все чтобы сделать мерч открыть зал чтобы максимально популяризировать эстерик лайф в этот мир поэтому эстетик лайф это не только блять формы или еще что то это все что вокруг нас видите вот это вот картинка и и же можно везде найти и на траке и на фуре и на шевроле корвете на чем угодно поэтому ребятки делайте то что любите и любите то что делает с вами был эстерик лайф дедуля до новых встреч в следующем влоге уже будет мишаня baby да устаешь и начинаешь залипать смотрите где остановился сейчас увидите фокусация просто вот так вот в лесу там трак стоит я в нем хочу залить но блять пошел вам снимать прям на поспал уэйки уэйки ребятки как вам каев бля качество количество видос снова новый год но прошлый сиэтла и вы думаете что прошла неделя нет два часа назад я вернулся сиэтла выехал в 5 утра с сан-франциско чтобы успеть вот туда потому что сегодня мы начинаем цикл 5 на 5 становая тяга идем 250 килограмм смотрите секретная разминка перед становой тягой а я узнаете что хотел сказать я не был практически неделю в лос-анджелесе тетли красиво все эти снимали сумик и телеса но калифорния голливуд госджим в голливуде это мой дом понимаешь здесь я дома такое дело мы решили сделать становую а там паренёк приседает и он говорит давайте орешка орел либо орешка смысл программы 5 на 5 мы делаем 5 подходов по 5 повторений с максимальным весом с которым это условно возможно я думаю что у меня это будет 4 плитки 180 килограммов каждую неделю мы будем этот вес повышать повышать и делать 5 на 5 до тех пор пока не дойдем до 250 на 1 вроде объяснил не сложно да вейки вейки мазафака встретимся утром на работе good fucking morning guys смотрите что у нас там мы сейчас разгружаем трак который но загружен сиэтла наконец-то смешать еще раз дубль 2 и наконец-то говорю наконец-то снимает мешаня качество супер и я могу показать трак вот так вот он выглядит это самый большой 26 здесь объем двигателя чё-то почти 7 литров в 10 на секундочку вот так вот запускается тру в 10 сейчас тру в 10 страхи а потом мы с мишаней купим корветы нельзя пип смотрите как выглядит божественная упаковка ворк из да в районе 7 часов работали сейчас 4 часа дня мы едем в denis я не ел лично 28 часов все еще бегать начал только что чуть не улыбала ваша зарплата знаете как песни этого самого элджея все чё накопили сейчас мы потратим 27 часов без хавки погнали в американское заведение 10 тысяч калорий 10 тысяч ребят сейчас будет такая грязюка слабонервным не смотреть голодным тоже садитесь и вместе с нами хавайте то есть прямо сейчас так самое главное что не все да это что-то начало братан у нас есть короче третий член команды даня который это все мантирует мы щас дань но мы тебя ждем в ну давай вместе это все делать я же тебя приглашаю просто я знаю как представьте это монтировать просто это он же не хавает ворон дань короче мы тяжело поэтому давайте все поддержим в комментариях даню а мы мы устроим грязь первый курс за день как говорит бамстит вкусно одобряем время панкейков как говорят в америке last buy and first buy best buy берем кленовый сироп и вот так вот начинаем обильно все поливать вот так вот берем сладкий крем-чиз и вот так вот намазываем теперь первый вкус попрошу брать да да он течет понимаю но попрошу обратить на это внимание и делаем вот так вот во рту сладенько вкусненько мы что делаем мы это все тушим мальчиком ну вот какие тусовки и счет ну в смысле побухать сядь съешь панкейк с шоколадом с бананчиком с кленовым сиропом но в этом же счастье в молочке двухпроцентном холодненьком не шарите не шарите ребят вот он ты наелся я вам скажу так мы перекусили хорошо нельзя сказать что вы кроме ели 100 перекислили хорошо весь нам обед сел в 112 долларов с чаевыми это если перевести в гривны 5000 гривен вот как-то так мишаня говорит свет ебашит шея буду это сам вы знаете в конторах мы едем зал задавите на какой тачке вот такие столы вот такие машины вот такие штанги с блинами вот это вот все на все понимаете на максим это есть жизнь 5 процентов брак нету такого поэтому мы просто закрываем на ключ и идем тренироваться на траке смотрите этот блок это подходит концу то есть для вас это всего лишь минут двадцать-тридцать для меня это целая неделя три по тренировался я каждый день два часа сна три часа сна дорога работ каждый день видите ребята всем на комментарии отвечаю всем от каждого вашего комментария больше помпо видали вот это да вы готовы увидеть настоящий жиропилкин вы и вы и брозер спасибо за просмотр до новых встреч вы чё ребят думали рабочий график закончился посмотри как я за ним но она немножко грязная немножко грязная как моя жизнь киньте бабки на мойку добро пожаловать в америку дед горит нужно переложить все в другой трак но я конечно понимаю мы позитивные ребята но тут куда как бы класть где-то пацан непростой я надеюсь начальник этой работы это не увидит или на тренировку все ребята кто-то попал нет ну жопу в лосинах они этих будут все хорошо конечно комментировать давай главное чтобы закрылась профессионально дед профессионально ну так что ребята мы приехали на заправку заправиться все нет сколько бензин то не дешевый мы сейчас такую фотку сделаем подписывайтесь на инстаграм реклама инстаграма на ютубе там где блять лайков больше чем просмотр ну ничего вы же исправите эту ситуацию да вот так вот деньги летят когда заправляешься в калифорнии сказать летят скорее улетают крути ребята самый крутой аттракцион волей называется 6 флага горни да это американские горки вот такие вот давайте если тут набирается сока 5000 лайков уже пять процентов 5 тысяч лайков и 25 тысяч просмотров и мы смешание разумом уже мы паять на этих пор порках камеры есть экшен все будем снимать 360 четко будет в 360 точняку буду чуть лица которые вы поняли чё как я тебе кушку купил подарок кружку да с калифорнистой плагин конечно можно и открою сразу покажу всем если очень будет много лайков мы отошлем похожую кружку но все теперь кофе к придется еще пить на литр больше как у нас опыляет рука жоп вот так вот фотографии делаем не все все так просто да это ради вас понимаете на крышу залазишь и возможно что крышу сломаем но ради вас мы делаем контент мы стараемся но как только у нас появится чуть больше возможностей отвечаю хотел сказать каждый хейтер но у нас их нет поэтому для вас просто мы такой зену сразу что все просто завали конечно подождите подождите чуть-чуть подождите разговариваю тихо потому что дропаем трак где-то в гетто вообще в пиздарях сейчас 12 часов ночи просто я щас 10 секунд послушать какая тишина если этот влог не выйдет если вы это видите значит нас не пристрелили мы живы и все порядок вот сейчас к нам поворачивает машины я думаю что нам пора уебовать погнали мишеницу до маху а